Музыка Спасибо, уважаемые товарищи! Сегодня, можно сказать, у крестьянства, у кормильца абсолютного большинства нашего народа Большой праздник! Мы собрались здесь, на прекрасной земле, в прекрасном коллективе Чтобы засвидетельствовать, что наше крестьянство живо Оно способно действовать решительно и в короткий срок решать самые сложные задачи Уже сегодня было сказано, что мировой кризис захватила нашу родину И держит ее в тисках на протяжении многих уже лет А если честно говорить, то на протяжении всех 20 лет крестьянство видит только сплошной кризис Отсутствие финансирования, невозможность реализовать свою продукцию Яростный диспаритет цен, низкую заработную плату Отсутствие всего и вся, что раньше давало возможность деревне развиваться Быть берегиней всей огромной нашей территории С севера до юга, с востока до запада Что же случилось, что произошло Почему сегодня во все колокола партия звонит и взывает власть и народ К тому, чтобы мы все вместе повернулись лицом к нашей земле матушке К царице водице, к батюшке лесу Почему мы говорим о необходимости повернуть лицом все наше общество к кормилицу своему, крестьянству Да потому, что в мире сегодня более 2 миллиардов испытывают нужду В куске черного хлеба, стакана чистой воды И нашей благодатной России матушке От плодородных земель и полноводных рек Сегодня с этого скудного мирового стола Завозят огромное количество продовольствия Мясом, молочной продукции, овощей, фруктов и так далее По большому счету, страна, которая имеет сегодня лучшие показатели С точки зрения обеспечения землями, сельскохозяйствами каждого человека Ходит с протянутой рукой И 42 аж миллиарда долларов тратила до последнего времени Для того, чтобы закупать продовольствие А свою деревню, русское село, кубанскую станицу, кавказский аул Все эти 25 лет сживали со света И лишь только потому, что общинный уклад Мешал сначала Яковлеву и Горбачеву А затем Гайдару и его прихвостям Которые сложили легенду о том, что сельское хозяйство – это черные дыра Задумайтесь, что за последние 25 лет Село стало финансироваться ровно в 10 раз меньше, чем в 90-м году В 10 раз Мы до последнего времени имели всего 1% финансирования Федеральной расходной части бюджета Ниже 15% у нас не было в советский период времени Мы стали с трудом пробиваться на рынок Инвестиции сократились в целых 5 раз И все это привело к тому Что у нас осталось всего крупноргатого скота В 3 раза меньше, чем было в 90-м году Около 19 вместо 57 миллионов Сократилось резко поголовье свиней 21 миллиона было 38 Поголовье птицы Мелкорогатого скота Одним словом мы сегодня производим Мясо говядины 1,6 Всего миллиона тонн А производили 4,3 Молока производили более 55 миллионов Сегодня производим всего 30 И то по статистике В связи с тем, что ровно половина дойного стада Находится в личном подсобном хозяйстве В нашем селе А там произошли процессы деградации И мы знаем, что более 30 тысяч вообще снесены С лица земли Можно сегодня много говорить о трудностях Как деградируют наши земли Как живет наше крестьянство Это все хорошо знают Но как выходить из этого положения Пожалуй, не все знают Ни общественные организации Ни политические партии И сегодня в нашем очередном совете Мы хотим представить нам наше видение Возрождение продовольственной безопасности страны Которой лишена сегодня наша Россия Поскольку завозит около 50% продовольствия Уважаемые товарищи Безусловно, первый шаг К возрождению продовольственной безопасности И жизни на селе Это вопрос устойчивого финансирования Это вопрос преференции налоговых и других льгот И в этом плане Мы предлагаем 10% Расслодной части бюджета Направлять на село Мы не первый день говорим об этом Но нам говорят наши оппоненты А где взять деньги Поэтому мы изначально Приняли программу Возрождение стально-экономического Развитие нашей страны Через бюджет развития И показали Все наши подходы Для формирования бюджета В 21 триллион рублей И тогда За счет диапшализации Прогрессивного налога Национализации Природной ренты Подчеркиваю Если каждый сегодня олигарх Платит рабочему как собственник Сколько он пожелал А государство Являясь по конституции Собственником Как и народ Недр Получает гроши От тех Кто добывает Эти недра Не являясь собственником Это нонсенс Поэтому Решение Вот этих вопросов Плюс Монополия На алкоголь И табак Дает нам возможность Иметь бюджет Развития И тогда Мы спокойно Находим Эти 10% В расходной части Бюджета Мы на последнем Заседании Комиссии Аграрной Под руководством Медведев Я являюсь членом Этой комиссии Предложили Хотя бы Начать с триллиона Не с 215 миллиардов рублей А хотя бы с триллиона Для того Чтобы решить проблемы Энерговооруженности Вопросы плодородия Сайного развития села У нас сегодня С вами Есть такая возможность И если мы не развернем Эти подходы Сегодня Для реализации Продовольственной безопасности То нам всем будет От этого тяжело Поэтому первый шаг Это не только 10% Расслодной части Бюджета Это ректоризация Долгов Сегодня она равна По существу Той выручке Которую имеет Агропромышленный комплекс Сегодня мы сравнили С вторым И в пятнадцатом Годом Рост цен На затратный механизм Удобрения Ербицида Техника От восемнадцати Двенадцати До восьми раз Трактора Увеличили Свою стоимость То есть Диспаритет По прежнему Махровым светом Возрастает В отношении Нашего Товаропродителя Нам надо решить Безусловно Государственное регулирование Связанное с ценами На ГСМ На удобрения Пестициды Нам надо решить Все что связано С устранением Тех посредников Прилипал Которые забирают Те небольшие Даже дотации Субсидии Для сельского хозяйства Дать возможность Получения этих Суд Непосредственно Сельского товаропроизводителя Для наших Садоводов И наградеры Надо сократить НДС Ровно в два раза Проравнять его К сельскому Товаропроизводителю И чтобы было Это не менее Десяти процентов Уважаемые товарищи Энерговооруженность У нас работало С вами Миллион триста Тракторов В девяностом Году Четыреста десять Комбайнов Сегодня Двесть сорок Тракторов Работает Тысячи Естественно И Около Семидесяти С небольшим Тысяч Комбайнов Зерноуборочек Мы видим Что нагрузки Здесь выросли В разы А если взять Что у нас В Англии Франции Германии Нагрузка На трактор Шестнадцать Средним Гектар А у нас С вами Триста С лишним Мы видим Какую разницу Мы имеем Сегодня В энерговооруженности С этими Европейскими Странами И мы туда Входим Как ВТОшная Структура Аналогичная Ситуация По комбайнам И так далее И так далее Эту проблему Энерговооруженности Надо решать Надо возрождать Наше Сельхозмашиностроение Мы видели Сегодня Какую технику Производит Уже наше Предприятие Она достойная И зерноуборочная И кормоуборочная И обрабатывающая Техника Наши трактора Имеют в этом плане Неплохую Сегодня Технологическую Способность Работать Устойчиво И надежно На наших Всех Разновидностей Почек Но для этого Повторяю Нам Необходимо Средства Необходима Энерговооруженность В разы Повышать К тому Что мы Сегодня Мы должны За 10 лет До 1 миллиона Вести В действия Этой техники Тракторов И комбайнов На наших землях Кадры У нас с вами Работало На селе 29 тысяч Школ У нас Работало Только 4 тысячи ПТУ Которые Готовили Специалистов Сельского Хозяйства Сегодня Все это Ушло в разы 1 тысяча Сегодня Осталось Школ Профессиональных Технических У нас Резко Сокращаются Средние Школы Дошкольные Учреждения Мы видим Здесь Самый Серьезный Подрыв Кадрово Обеспечения Селян По профессиям Рядовым Рабочим Профессиям Механизаторов Операторов Мы сегодня Сокрасили Подготовку 90-го года С 90 тысяч До 30 Всего Тысяч Мы видим Здесь Полный Провал Поэтому Восстановить Систему Подготовки Это наша Общая задача Это наша Общая задача Бесплатное Образование Все сделать Для того Чтобы закрепить Не только Специалистов Высшего Среднего Звена Но механизаторов Доярочек Операторов С хорошим Заработным Достатком С хорошей Ссальной Инфраструктурой Врача Учителя Должны Также Найти Здесь Место В заботе И государства И в целом Наших Министерств И ведомств Уважаемые Товарищи Плодородие Почья Сотни Сегодня Миллионов Гектар Сельскохозяйственных Земель Деградирует Докучаев Говорил Что самое Бесценное Достояние В нашей Стране Это Черноземы Это наши Земельные Ресурсы Знать Их Анализы Работать Исходя Из их Состояния Это Главная Задача Из веков Которая Идет На нашей Руси Оставлять Земли Потомкам Более Плодородными Земельный Ресурс Более Расширенным Мы же За эти Суровые Годы На 41 Миллион Гектар Сократили Наши Земли Мы Сократили Внесение Минеральных И органических Удобрений От 6 До 8 Раз Мы Вносим Сегодня Всего 2 Миллиона Минеральных Удобрений Вносили 10 Мы Вносили 400 Миллионов Тон Органики Сегодня 50 55 Миллионов Еле Дотягиваем Мы Забыли Об Известковании О гипсовании Поля Закисляются Ветровая Водная Эрозия Все Это Сегодня Те Явления Которые Приводят К деградации Даже Черноземов И Сегодня По Программе Добавить Внесение На 1 Миллион Минеральных Удобрений Довести До 3 Миллионов Это Просто Ошибочная Политика Это Имитация Мы Должны Вносить Комплекс Удобрения Мы Должны Позаботиться О плодородии Почек Мы Должны Принять Закон О Сохранении Плодородии Почек И Я Убежден Я Убежден Это Поможет Нам Получать Соответствующие Показатели Решив Вот Эти Ряд Вопросов Мы Выходим Совершенно На другой Уровень Это Пятый Наш Производство Продукции Мы Выйдем Тогда На 45 Миллионов Тон Молока Мы Удвоить Должны Поголовье Крупнорогатого Скота Иван Иванович Показал И на быстром Мясе И на Поголовье Крупнорогатого Скота Что это Можно За 6-8 Лет Решать Ситуацию Удвоения Это Удвоение Повторяю Даст нам Возможность Прозводить 45 Миллионов Тон Молока Это Нам Позволит Выти На 4 Миллиона Тон Мяса Говядина Мы Увеличим Производство Быстрого Мяса До 8 С половиной Миллионов Тон Мы Решим Проблему Водных Биологических Ресурсов Сегодня Всего 2000 С небольшим От 7 Тысяч Судов Которые Бороздили Весь Мировой Океан Добывая До 9 Миллионов Тон Биоводных Ресурсов Рыбы И всевозможных Других Продуктов Морских Сегодня Я сказал Уже 2 С небольшим Тысячи Сего Рыболовецких Судов И то Изношено Необходимо Принимать Решение Мы приняли Соответствующий Закон Дали Сегодня Соответствующие Квоты И для того Чтобы Переоборудовать Берег Производственная База Тоже Разрушена 95% Вознос Составляет Это 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 Идти Через 5-6 лет На Добычу Около 7 Миллионов Тон Рыбной продукции. Мы решим вопросы обеспечения овощной и плодовой продукции. До 20 миллионов овощей закрытого и открытого грунта 40 миллионов тонн картофеля повысит при этом ее существенной товарности до 4 миллионов тонн плодовых культур. Уважаемые товарищи, что касается поставленных задач, их невозможно решать без того, чтобы проблема доступа на рынок была решена однозначно. Сегодня цены, по которым принимается продукция нашего товаропроизводителя, не обоснованы ни затратным механизмом, ни рыночным. В цене в рознице труд крестьянина настолько ничтожен, что в общем-то вызывает просто неуважение к тем, кто занимается организацией этого вопроса, к нашему правительству. По зерну 7,5-8%, вы можете на слайде посмотреть, 7,4% в рознице оценивается труд хлебороба. Но разве это порядок? Во всем мире 50, при глубокой переработке продукции сельского хозяйства на прилавке его труд должен оцениваться 50%, как это было в Советском Союзе, как он есть сегодня в Европе. И представьте, если не 7%, а 50, если допустим мы свои 15 рублей за килограмм пшеницы получили, и 15 всем другим отдали, кто торгует, перерабатывает, делает хлеб. 30 рублей килограмм переработанного зерна – это 2,5 батона. 30 делим на 2,5, мы получаем с вами 10, где-то 10-11 рублей, да? И что тогда у нас получается? 15, тогда у нас получается не эти 15, 20 и прочее, прочее. Но когда видел крестьянин 15 рублей за килограмм? Никогда не видел. Но тогда мы можем с вами труд потребителя оценить тоже в эти в разы больше, поскольку покупательные способности пенсионера и рабочего будет гораздо выше. Убежден, что возродив торгово-закупочную кооперацию, обязав те сегодня сети, которые принадлежат на 90% иностранному капиталу хотя бы на уровне 60-50% продавать наш отечественный продукт в своих сетях, мы можем изменить ситуацию. У нас закон для этого готов, он внесен в Государственную Думу. Наука. Седьмой шаг, который предлагает наша сегодня партия, наша фракция. Без науки сельскохозяйственно невозможно двигаться дальше. В этих условиях, когда ее сократили, обрезали, унизили, когда зарплата сегодня доктора-профессора несравнима ни с чем. Доктор-профессор 40 тысяч с трудом может сегодня заработать, у ваш оператор спокойно получает гораздо больше. Поэтому возрождение сельскохозяйственной науки, ее опорных отделений, институтов, которые сливаются, разоряются и командуют ими все и вся, с этой оптимизацией надо заканчивать. Но повторяю в этих условиях. Вот недавно мы были в Орловской области на Шатиловской станции. 500 сортов агибридов, уникальные по своей конкурентоспособности с европейскими и американскими сортами. Сорт московской 39 академика Сандухадзе из 20 миллионов гектар сегодня занимает площадь 10 миллионов гектар. Это Одинцовский наш район Подмосковья. А наши сорта вятских, вот здесь наша кировская земля представила делегации. Южные наши сорта, они просто уникальные. Кормовые культуры и так далее, и так далее. Повторяю, в этих условиях наши механизаторы, технологи дали 125 новых разработок технологий. Все это вместе вселяет уверенность, что если на правительственном уровне, по всей вертикали власти, включая и представительную, мы примем решение широкого внедрения достижений науки в производство, мы добьемся этих уникальных показателей, которые есть сегодня в наших лучших хозяйствах. В Звениховском, в Дашковке, в совхозе Владимира Ильича Ленина, в нашей Красной пойме, где также за 8 тысяч сегодня надои, колхоз Терновский и многие-многие, у нас сотня мощных системных хозяйств, это сотня лучших хозяйств, где сплав науки с производством сегодня решает эти уникальные задачи и держит островки социализма в АПК как народного великого труда всего нашего крестьянства. Уважаемые товарищи, что касается нашего леса, батюшки, 15 только миллионов сегодня запасов пищевых в этом нашем лесе. 15 миллионов, 7,5 эксплуатационных, то есть 7,5 миллионов мы можем добывать уникальной лесной продукции, которая востребована плодов, ягод, рыбы, мяса и так далее, и так далее, до лекарственных стран, что востребована сегодня импортом. Но мы 2% всего осваиваем только этих наших богатств. 2%! Много проблем сегодня на этом направлении существует, очень много, включая и слабые законодательные базы, которая мешает сегодня обыкновенному гражданину, собрав уникальные дары леса, сдать его на переработку и так далее, и так далее. Разрушен завод конторы, разрушена потребительская кооперация и принятые волчьи законы не дают право сегодня перерабатывающему предприятию забрать эти дары природы, переработать и пустить их на рынок. Их за это тут же берут под руки и так далее, и так далее. Наши законы, мы предложили их в государстве нашей Думы. Конечно, в первую очередь это законы по сохранению плодородия почвы. Конечно, это наши законы, связанные с бюджетом. Конечно, это водные, земельные, лесные кодексы, которые дорабатывают с системой мер, связанные с приоритетом экологического развития. Конечно, это развитие малого бизнеса, личного подсобного хозяйства, дачного. Я должен сказать, что сегодня личное подсобное хозяйство дает нам 45% всего того, что производится на селе. 50% крупных коллективных хозяйств, 5% фермеров. Вот когда кричали, фермер накормят страну, вот бы накормили этими 5%. Партия поддерживает все формы хозяйствования, отдает приоритеты народным предприятиям, крупным, СПК, государственным предприятиям, но она борется за сплав наших личных подсобных хозяйств, малого и среднего бизнеса с нашими крупными товаропроизводителями на селе. Мы за то, чтобы возродить те системы, которые бы помогли малому бизнесу, личному подсобному хозяйству, есть личное подсобное хозяйство, есть 30-40 деревень, там все будет. Будет тогда СПК, будет и ферма, будет и стадо, будут и тучные луга, социальная сфера. Она сегодня разрушена до основания. За эти 25 лет не строили на селе дороги. Мы видим сегодня, как подъезжали мы к этому уникальному хозяйству. Энерговооруженность, клубы, школы, дошкольные учреждения. 40 всего деревень осталось, которые имеют хоть маленький фельдшерский пункт. Но разве это не трагедия развернуть ситуацию к нашей берегине, территории нашей России? Будет жива деревня, будет там школа, будет там ферма, будет там клуб, будет в конце концов там церковь, будут там люди, будет там зарплата. Сегодня в два раза в среднем меньше зарплата на селе. Кто дал право? В 90-м году на селе получали зарплату больше, чем в среднем по промышленности. А сегодня этот грабеж привел к тому, что село унижено, оскорблено. Мы сегодня говорим еще раз. Вот они наши 10 шагов. Вот она наша продовольственная безопасность. Нужна политическая воля. Этот сегодня либеральный состав правительства, хотя в нем много министров, которые работают с нами руководству. Наш лидер не раз называл. И Шойгу, и Пучкова, и Донского, и многих других. У нас отличное отношение с Качевым, с его заместителями. Но повторяю, когда тебе дают 1% расходной части бюджета, невозможно ничего сделать. В связи с этим, уважаемые товарищи, еще раз мы обращаемся к вам. Вы сегодня будете выступать. Вам мы раздали нашу программу, проект программы. Я убежден, что принятие его, воплощение его в жизнь, даст нам возможность решить проблему продовольственной безопасности, накормить качественным продовольствием наших жителей, поднять продолжитель жизни наших людей. Мы уйдем от этой чернухи, когда 41 миллион гектар брошенных земель. Мы недавно выезжали в Татарстан, три дня смотрели, как работает Татарстан в этом плане. Они работают и на химических предприятиях, на промышленных крупных предприятиях с опережением закона об экологии, базового закона. Они в основном не бросили ни одного гектара земли. Они добывают и дальше нефть и газ, но все делают для того, чтобы больше стало лесов. У них за 9 лет, когда засуха была в Поволжье, ни одного не было пожара. Это один из образцовых примеров к тому уникальному опыту, который мы сегодня здесь видим в Звениховском. Дорогие друзья, за наше село, за нашу Родину, за решение проблем крестьянства, как кормилицы, я голосую двумя руками. Надеюсь, вы тоже. Спасибо. Спасибо.